привет команда в этом видео я хотела бы поделиться с вами ситуации с которой столкнулась сегодня в своей работе и немножечко научить вас как нужно действовать в таких ситуациях и так речь идет о том что одному из моих партнеров которые очень успешно стал продавать духи сказали что компания армель это полный воды развод это лохотрон это дешевка и в общем наговорили такое что человек пришел просто в ступор хочу вам сказать что всегда найдутся люди которые будут что-то говорить они будут одни будут говорить что-то хорошее поддерживать вас а другие будут осуждать и критиковать между тем существует очень много сетевых компаний которые на рынке уже по многу лет в которых люди зарабатывают сотни десятки тысяч долларов вдумайтесь в эти цифры сотни десятки тысяч долларов они передают свой бизнес по наследству и в этот же самый момент находятся люди которые говорят что эта фигня это развод и так далее а здесь важно не принимать все это близко к сердцу я давно научилась не реагировать на такие высказывания хотя поначалу поверьте тоже очень принимала все близко к сердцу и воспринимала это все на себя нужно просто четко понимать с кем вы общаетесь и задать этому человеку правильные вопросы как правило ни один уважающий себя человек который либо достиг успеха в сетевом бизнесе либо что-то делал он не скажет так чтобы вас обидеть всегда спросите а ты чем занимаешься ты сам в какой сетевой компании развиваешься и чего-то достиг вот я уверена что такой человек не назовет вернее не даст ответ ни на один из ваших вопросов кроме того скорее всего он даже но не захочет вот на такую личную откровенную встречу потому что это люди из категории людей как я их называю утки которые кряхают но ничего при этом не делают либо это зависть на ваш успех либо это зависть там какая-то другая но сами они ничего не хотят предпринимать и вот они всех остерегают что это плохо что это развод и так далее сами при этом сидят не буду говорить где теперь как ответить на вопрос что это поделка или допустим если вас вам вас спрашивают а не боишься ли ты что это подделка ведь это наверняка же известный запах его значит подделывают во первых здесь тоже можно задать вопрос а ты когда покупаешь парфюм в каком-то магазине литуаль ревгош либо еще какой-то ты уверен что ты покупаешь не подделку как ты это определяешь зачастую сейчас я очень много слышу отзывов наоборот о качестве парфюма что тестер стоит одного качества покупают совершенно другое тем более мы знаем что несколько лет назад в россии отменили сертификаты на космическую парфюмерию и соответственно под этим началом можно заводить все что угодно и никого не призывать к ответственности здесь нужно четко человеку дать понять что армель это самостоятельный бренд это не подделка это не как будто бы там похожий аромат это самостоятельный качественный бренд наоборот он делает свою линейку потому что подделывать это гораздо хуже вот это дешевка до подделка это дешевка у нас есть ароматы которые по своему составу эквиваленты брендовым ароматом что такой эквивалент я объясняю на простом примере если эта женщина она в любом случае хозяйка она готовит приведите пример что вам нужно что-то приготовить я не знаю там борщ торт не знаю второе плов у вас одинаковые ингредиенты сваришь ты сварю я у нас получится блюдо под названием борщ но она будет разного вкуса вот точно так же и с нашими ароматами всегда давайте человеку попробовать вот я сегодня тоже встречалась с девушкой которая начиталась отзывы причем плохие отзывы о парфюмах армель на что я сказала говорю мы же не знаем кто эти отзывы пишут зачастую они бывают заказные отзывы бывают пишут люди которые сами открывают что-то параллельно и при этом хотят облить грязью то чем занимались ранее таких случаев очень много я всегда говорю давай встретимся твоя кожа твой нос нанесу понюхаешь сама попробуешь сама сделаешь вывод и сегодня мне вечером эта женщина перезвонила девушка и сказала что она уже съездила к подруге она дала понюхать и подругу у нее уже заказала вот так это работает поэтому ничего не бойтесь будьте уверены в том что вы делаете если у вас возникают какие-то вопросы обращайтесь к своему спонсору он всегда найдет слова правильные чтобы вам дать точную информацию а те кто крякает пусть они наблюдают за вами за вашим результатом и завидуют дальше всем удачи с вами была Олеся Селезнева до связи субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok